МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. С 1 февраля движение по зимней автодороге на Ринмарусинск открыто для всех типов транспортных средств. Осталось следить за погодой и можно отправляться в путь. Как живет село? О буднях сел Коткино и Нижняя Пеша в репортажах наших корреспондентов. В Денинском округе завершился 5-й региональный чемпионат молодых профессионалов. Подводим итоги. Зимник открыт для всех видов транспорта. С 1 февраля по зимней автодороге на Ринмарусинск могут передвигаться и легковые автомобили. Ранее автозимник был открыт только для грузового транспорта. Занимаются обслуживанием зимника рабочие подрядные организации из республики Коми. Они продолжают проминать трассу, уплотнять снежное полотно, проливают зимнюю дорогу и устанавливают недостающие дорожные знаки. Сейчас зимник открыт для всех видов транспорта, но в централизованном стройзаказчике организации, курирующей состояние зимней дороги, рекомендуют водителям, прежде чем выехать на зимник, узнать информацию о погоде. Актуальные данные о состоянии зимника размещают в телеграм-канале «Дороги и зимники НАУ». Их публикуют дважды в день. Также там можно узнать информацию о дороге на Лаевоши-Тельвиску. Уточнить информацию по зимнику на Усинск можно по телефону диспетчерской службы организации подрядчика «Транстрой», обслуживающей автодорогу по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. В текущем году собрание депутатов Ненинского округа выступит на площадке Парламентской ассоциации Северо-Запада России законодательной инициативой по возможности субсидировать транспортные затраты поставщикам бензина населению по фиксированной стоимости, установленной органами государственной власти. Этот и другие вопросы включены в план работы постоянной комиссии по госустройству местному самоуправлению собрания депутатов Ненинского округа. Снижение затрат на поставку нефтепродуктов коснется в первую очередь жителей труднодоступных сел, ведь стоимость топлива там сегодня в среднем 80 рублей за литр бензина марки АИ-92, а в прошлом году она достигала и вовсе 120 рублей. Запланирована еще одна инициатива о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления. Поправка направлена на увеличение сроков хранения отходов до 12 месяцев. На сегодняшний день федеральное законодательство обязывает регионального оператора вывозить твердые коммунальные отходы один раз в 11 месяцев, в том числе и из населенных пунктов, которые не имеют постоянного наземного транспортного сообщения. Согласно существующей территориальной схеме, отходы необходимо вывозить по морю и реке. Учитывая короткие сроки северной навигации, сделать это будет невозможно. Соответственно, региональный оператор будет вынужден нарушать сроки. Поэтому собрание планирует выступить с обращением об изменении сроков хранения отходов. Также в рамках комиссии будут рассмотрены вопросы о наделении органов МСУ отдельными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния в сельских населенных пунктах округа. Будет продолжена работа по возвращению заполярному району от сельских поселений полномочий по участию в предупреждении ликвидации последствий ЧАЭС. В начале февраля состоится первое заседание рабочей группы, на которой обсудят все вопросы и будет определен перечень полномочий, которые сельские поселения смогут исполнять на местах. Суровый северный климат и отсутствие городского комфорта, к сожалению, способствуют оттоку населения из отдаленных уголков Ненецкого округа. Но несмотря ни на что, жизнь там продолжается. Один из примеров – село Нижняя Пеша. О плавном течении жизни и искренних радостях жителей этого села расскажем в следующем материале. Это гладь, это крестик. Вот тут бисер такие, гуцы делали. Платье вот так, вторая половинка еще есть. Уроженка села Нижняя Пеша Галина Семеновна Медведева за свой трудовой путь успела пожить в разных населенных пунктах округа, но все равно вернулась на родную землю. Киномеханик в прошлом теперь все свободное время посвящает рукоделию. Вышивка гладью крестиком, замысловатые ажурные салфетки, алмазная мозаика. В доме хозяйки рукодельницы буквально каждый уголок пестрит яркими цветами, выполненными в разных техниках. Есть у Галины Семеновны единомышленницы. А так собираемся, у нас от клуба нет, так плохо. Фок, ходим, занимаемся, это что такое-то? Мы все равно ходим, женщины, у нас клуб тут есть свой, клуб общения пенсионеров, Юшки называется. Не так давно старое аварийное здание Дома культуры снесли, а новое строить пока не планируют. Но жизнь на селе без культуры немыслима. Поэтому сейчас ДК вынуждено базируется в здании физкультурно-оздоровительного комплекса и делит зал для настольного тенниса со спортсменами. Вот в таких вот условиях пытаемся что-то проводить. Пытаемся, я не знаю, больше-то все переносить на улицы, если массовые мероприятия, если погода хорошая. Потому что там и слышимость лучше, и людей как-то можно более или менее собрать лучше. Потому что, получается, мы проводим в спортивном зале, в ФОКе, там слышимость, акустика ужасная. Вот как-то так. А так в основном вот наш зал. Здесь мы оформляем, делаем оформление и приглашаем сюда людей. В культурном сердце села трудится шесть специалистов. Ведется кружковая работа. В сентябре появилось новое направление для детей по коми-языку и культуре. Но особенно ценят юные жители кружок декоративно-прикладного творчества. Техники, ну, всякие разные, пробуем. Почему бы и нет детей, надо все равно чему-то учить. Вот, пытаемся сначала одно что-нибудь такое, потом другое. Главное, чтобы было интересно занять их. Из-за нехватки материала в основном в работе используется бумага. Из нее делают картины, фигурки, панно. Есть свои нюансы с оформлением зала, в котором проходят мероприятия. Разойти с масштабами оформления, как это было в своем здании, не получается. Но Александр делает все возможное, чтобы создать атмосферу праздника. Ну, зал, да, большой. Мы его как бы напополам перегораживаем. Ну, и уже оформляем прямо вот. Приходится вывешивать какую-то ткань. Драпируем. Ну, и там уже, в основном, уже все из бумаги делается. Какие-то плакаты, надписи. Все это оформляем уже прямо на эту ткань. Ну, большой зал, да, его много не сделаешь. Но нам хотя бы такой задничек, чтобы был закрыт для наших выступающих. Уважают жители Нижней Пеши не только культурную жизнь, но и спортивную. С утра в Большом зале ФОКО проходят школьные уроки физкультуры. А после и до самого вечера начинается работа спортивных секций. Крылатая фраза «в здоровом теле, здоровый дух» здесь как лейтмотив жизни всего села. На селе мы занимаемся спортом очень активно. В принципе, у нас люди идут заниматься спортом. Посещение у нас очень хорошее. Возраст очень разный. То есть, начиная от маленьких и очень взрослые такие женщины у нас тоже ходят. Чаще в зале можно встретить представительниц прекрасного пола. Но и мужчинам не чужд спортивный азарт. Особенно в почете у них мини-футбол. Когда было много народу, были взрослых много. А сейчас подтягиваем маленькое поколение, чтобы росли, чтобы в селе Нижняя Пеша футбол не заканчивался. В одном из старейших на территории Нинецкого округа сел сейчас проживает чуть больше 700 жителей. И все они знают, что при необходимости могут обратиться к профессионалам своего дела в отделение участковой больницы. Медикаменты у нас в достаточном количестве. На 21-й год еще не было поступления. Ждем. Но запас есть. Стратегический запас противовирусных, антибиотиков, все есть. Но в этом году как-то у нас и осень прошла спокойно. Сезонных заболеваний не было совершенно. Деточки не болели вообще. Зима, хоть и морозно было, один-два больных, но не скажешь, что болеют. В декабре работникам больницы пришлось экстренно принимать роды. Для этого в медучреждении тоже есть все необходимое. Алгоритм действия отработан. Однако и сами медработники нуждаются в профессиональной помощи, профилактике и диагностике заболеваний. По медосмотрам у нас в этом году и вот из-за ковида, наверное, к нам бригада не приехала осенью. Вот сейчас по плану они приедут к нам в октябре. План тоже поступил и в сельский совет, и к нам спустили этот план в октябре по всем населенным пунктам и в числе Нижнепешу. Ну, мы работаем, конечно, уже второй год без медисмотра. На данный момент в участковой больнице открыта вакансия заведующего отделением. Необходим селу и дом культуры со своей сценой и репетиционными кабинетами. Но несмотря на трудности и особенности жизни вдалеке от города, жители Нижнепеши знают цену каждому дню. И пока будет так, будет жить и село. В Ненецком округе назвали имена победителей пятого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Торжественная церемония закрытия чемпионата состоялась в Нарьинмаре в концертном зале Дворца культуры Арктика с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил на базе средних профессиональных учебных учреждений всю прошлую неделю. В нем приняли участие 85 студентов и школьников, более 70 волонтеров и 95 экспертов, трое из которых были приглашены из других регионов России. В 2017 году наш округ присоединился к новому для себя тогда движению. Мы начинали в двух компетенциях. Сегодня мы провели с вами пятый региональный чемпионат и уже по девяти компетенциям. Сегодня у нас растет количество участников, растет количество компетенций. Сегодня огромное внимание уделяется повышению престижа рабочих специальностей, рабочих профессий. И вы сделали правильный выбор. Вы выбрали востребованные профессии. В Нинницком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова студенты состязались в компетенции «Поварское дело». Лучше в ней стала Алина Бабяк. В компетенции ветеринарии первое место заняла Светлана Шиц. В компетенции «Лабораторно-химический анализ» сразу две студентки Анастасия Чупрова и Анастасия Ефинкина. Победителем в компетенции «Социальная работа» стала Алина Суслова. Лучшие результаты в компетенции предпринимательства получила команда Виктории Кузьминой и Екатерины Нагатысой. Среди юниоров лучшими стали Зоя Ладыгина и Владислав Телюбаев, учащиеся школой номер четыре. На базе Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа имени Вуичейского прошли состязания по компетенции дошкольное воспитание и преподавание в младших классах. Победителями стали Юлия Жаркова и Анастасия Ермолина. Наилучший результат в компетенции физкультура, спорт и фитнес среди юниоров показала Надежда Гвоздева ученица школы-поселка Искателей. Действительно для государства российского совершенно новое направление. По историческим меркам мы совсем недавно вошли на мировой уровень именно по молодым профессионалам. Но, как всегда, Россия заявляет себя так, как должна заявлять россиянам. И буквально последние годы в целом по количеству медалей в совокупности Россия выходит на призовые места. Да по-другому и быть не может в этом зале в основном сидят молодые люди и уже все профессионалы. Вот искренне вам говорю, что вот гордость берет. Гордость за отечество, за такую молодежь. Всем призерам и победителям чемпионата молодые профессионалы вручены дипломы, медали и денежные сертификаты. Организаторами чемпионата в Ненецком автономном округе выступает Департамент образования, культуры и спорта и Ненецкий региональный центр движения WorldSkills в Ненецком автономном округе. Пятый региональный чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia реализован при финансовой поддержке компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Ненецкого автономного округа и недропользователей. Не секрет, что в работе профессии очень важны цены для современного мира. Мы, компания «Лукойл», очень гордимся тем, что мы можем принять участие в проведении столь значимого мероприятия. Я хочу сказать, что каждый из вас, кто принял участие в этом соревновании, не останется незамеченным на предприятиях нашего региона, в том числе и мы будем очень рады видеть вас в рядах нашего предприятия. Мероприятия чемпионатного движения WorldSkills включены в федеральный проект «Молодые профессионалы. Повышение конкурентноспособности профессионального образования. Национального проекта образования». Юлия Казначеева, Владислав Стасюк, Телеканал «Север». История села Коткино началась 200 лет назад. Сейчас здесь проживают почти 400 человек, основной вид деятельности которых – охота, рыбалка и животноводство. Коткино уже несколько лет официально считается Олимпийской деревней Неницкого округа, а еще село знаменито своей молочной продукцией. Александра Литкова продолжит тему. В новое здание молочно-товарная ферма «Сельхозкооператива Сула» переехал три года назад. Современное оборудование позволило увеличить надой из каждой коровы, а избытка молока хватает, чтобы обеспечивать население такими продуктами, как сметана или йогурт. «Сливки, сметану, творог. Сейчас начали, ну как у нас пока даже еще этикеток нету, на творожную массу йогурт начали пробовать. Берут, люди нравятся». Производят здесь и собственный сыр, причем нескольких сортов, который также продают как в местных магазинах, так и вывозят в Нарьенмар. «В этом аппарате варится будущий сыр. Уже через два дня он попадет на прилавки магазинов». Местные жители и гости села высоко ценят продукцию маслозавода, в первую очередь за качество и натуральность. «Езжу в отпуска сюда, и часто бываю здесь, ну, месяц через месяц где-то вот так. А покупаю продукцию постоянно, потому что продукция довольно хорошая, качественная, в свежих продуктах всегда свежая на этом, на прилавке, не залеживать». «Сметана, сливки, творог – очень хорошая продукция молочная. Молоко само я постоянно покупаю. Очень хорошая продукция». «Ёгурт, масло, молоко, кефир – это очень хорошо сметана. Это вкусный творог хороший. Там, наверное, нет самого главного пальмового масла. Это самый главный критерий для того, чтобы покупать безопасность. Самое главное – это безопасность». Натуральные здесь и мясные полуфабрикаты, которые также производят на молочно-товарной ферме сельхозкооператива «Сула». В скором времени в селе появятся и мясные полуфабрикаты из баранины. «Это фарши, тефтели и котлеты мясные. Это, я думаю, не только будет из баранины. То есть, может и говядина будет там. Вот на сегодняшний день помещение, в принципе, построено. Документы оформляются. Оборудование закуплено. Сейчас занимаемся поголовьем». Коллектив фельдшерско-акушерского пункта в селе небольшой, всего пять человек. Марина Сазонова родилась и выросла здесь. После учебы в Архангельском медицинском колледже вернулась на малую родину. «Решила, почему вернуться, потому что была здесь должность. Хорошее отношение было с заведующей данного фельдшерско-акушерского пункта. И поэтому решила вернуться к родителям на помощь сюда. То есть, не было какого-то определенного момента, чтобы я захотела работать именно здесь. Так просто было место и решила вернуться домой». Жилье молодого специалиста обеспечили, правда, пока без удобств. Впрочем, строительство муниципального жилищного фонда сейчас ведется активно. И, по словам главы администрации, в ближайшее время очередь на жилье среди каткинчан и приезжих специалистов и вовсе будет закрыта. «В настоящее время у нас две очереди. Это очередь специалистов, которые приезжают от школы, садик, дом культуры, семь человек и три семьи. Три семьи – это у нас по жилью, по социальному найму. На этот год у нас заполярный район выделили денежные сети на строительство, на приобретение дома жилого, трехквартирного. У нас он будет строиться. То есть у нас очередь по социальному найму должна закрыться. Дом для специалистов, сейчас вопрос решается с округом, с департаментом, с соозащитой». Что касается недавних пожаров, когда сгорел частный дом и пекарня, то в первом случае тушить приходилось мотопомпой. Единственная пожарная машина находится на ремонте. «Там сделано прицепное устройство. Мы ее прицепляли к машине обычной, когда выезжали на тушение пожара. То есть она очень нас сильно выручала. Мотопомпа «Гейзер». Вот, ну, тоже она в двигатель. Это автомобиль 2108. В общем, очень насильно выручала. Стоит отметить, что автомобилю несколько десятков лет. И на серьезный ремонт он отправился впервые. «Готовим двигатель к установке. Вот, привезли двигатель другой. Тот не подлежит установлению». Сейчас в пожарной части трудятся три человека, чего вполне достаточно для небольшого поселения. Да и пожары, к счастью, здесь случаются редко. Например, в прошлом году не было ни одного. Александра Литкова, Владислав Москин, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры делал DimaTorzok